Здравствуйте, друзья! Программа на самом деле снова в прямом эфире и отправляемся мы в гости к человеку, который изнутри знает жизнь украинского политикума, понимает, что творится в душе украинских чиновников и политиков. Прекрасно, но, тем не менее, прошло несколько лет с тех пор, как мой собеседник Алексей Журавка не внутри Украины, да и политиков там не осталось. Шуты, клоуны, актеры, конферансье сегодня правят бал. Валерич, приветствую! Приветствую! Ну, я вот о чем хочу поговорить. Не столько о самом происшествии в Луцке, о вот этой то ли теракте, то ли не теракте, захват-не захват, а о том, что же творится сегодня в головах этих украинских политиков, чиновников, почему так они поступают. Вот у меня, вот чем дальше, тем больше складывается впечатление, что Лена Зеленская, этот, который Шефир, да, там другой сценарист, еще кто-то сели и мозговой штурм провели. Ребят, надо что-то такое сделать, чтобы Голобородьку снова полюбили, чтобы он показался самым человечным человеком. Что придумаем? Ну, вон, смотрите, из Азова одного фашиста выгнали за жестокость. Давайте этого фашиста зарядим, отправим куда-нибудь в Луцк, пусть он там захватит автобус, и какое-нибудь дурацкое совершенно предложение Зеленскому, а Зеленский возьмет его, как бы выполнит, этот фашист как бы заплачет, выйдет из автобуса и сдастся. А мы все красиво разыграем, еще и Авакова подставим, потому что сдастся он Зеленскому, а Аваков со своим БТРом приедет, а уже поздно, и вся эта хрень уже как бы никому не будет нужна, и над Аваковым все посмеются. Понимаешь, самое страшное, что эти люди под названием политики убивают сегодня у человека страх и инстинкт самосохранения, да? Вот все, что мне, все, что вчера произошло, это мне напоминает сценарий Бабченко, номер два. Это, конечно, страшно и трагично. И я все время отношусь ко всему серьезно. Еще вчера утром, когда это все начиналось, мне не понравилось, как все было срежиссировано, обставлено, подготовлено. И даже есть мое интервью, я сразу сказал, судя по всему, это срежиссировано. И настолько все было так расставлено. У меня вопрос самый первый закрался в голову. Почему этим не занимается антитеррористический отдел и СБУ? Это раз. Второе. Почему вдруг сразу выехал Аваков? Третье. Почему расстановка так автобуса была, шторки закрытые. Ну и многое-многое. Притом настоящий террорист, не дай бог, обычно какие-то жертвы идут. Тут много-много вопросов. Потом. Почему так рядом людей было много? Почему не выключили, ну будем говорить, сигнал МТС? Потом. Почему так себя вольно вела полиция? Вольно. Почему везде были видеокамеры? И все все снимали, трансляция шла. Это ведь убийце попадало все на смартфон. Как один человек мог столько смс-ок отправить и переписку вести? То есть много у меня в голове вопросов было. И они не складывались. И тут вдруг, понимаешь, так быстро, мгновенно 9 часов держали, вдруг договорились. Ну понимаешь, Аваков выходит, рассказывает, как положили на пол. А тут видео появляется, что он сам вышел себе спокойно. Ну то есть какие-то чудеса. Ну упаси Бог. Это хорошо, что люди не поедли. Знаешь, я думаю, мы еще много узнаем, что это за все-таки был теракт. Но то, что здесь были выгоды приобретатели, это уже 100%. Потом я обратил внимание, когда Зеленский выступал, просил инвестиции с президентом некой страны, назовем так. И тут же говорил, да я держу все под контролем. Но это не обычная реакция президента страны. То есть вот что-то такое накладывалось, что не давало мне уверенности, что это был теракт. Какая-то игра. Ну и я вчера вечером написал такую статью, там где я говорю. Эти маргиналы, брехуны, выпустили джина из бутылки злого одного, а второе, они открыли ящик Пандоры на всю Украину. Ну нормальный человек, понимающий, или допустим на месте террориста, он прекрасно понимает. Все же кричали, волки, волки, волки. А тут бабах, не случилось это, волки пробежали, все стадо съели. Вот в один прекрасный день может произойти, когда действительно будут волки, и может трагедия произойти. А люди ничего не смогут сделать. Инстинкт самосохранения поврежден. Вот представь себе, не дай бог теракт где-то. Настоящий террорист. Люди никуда не убегут. Они будут как зеваки смотреть. Нельзя с человеческими судьбами и рай. Понимаешь, о чем я говорю? Это страшно. Алексей Валерьевич, я вот об этом и хочу сказать. Ведь по большому счету Украина пошла по пути Израиля. Сказала, с террористами переговоров не ведем. Поэтому седьмой год ведут так называемое АТО ООС. Считают местных жителей, миллионы людей террористами. И вот сегодня четыре дома повреждено прямыми попаданиями украинской освободительной армии, которая лупит по Зайцево. И вот в этой ситуации может быть действительно, я вчера даже к Родину Мирошнику обратился, может действительно сказать, вы нас называете седьмой год террористами? Окей, парни, мы захватываем заложники там, там, там. Сейчас наши диверсионные группы делают ваших граждан Украины. Мы объявляем о том, что в нескольких городах заложены мощные заряды. И мы взорвем сейчас социальные или еще какие-нибудь объекты в разных городах Украины. И если вы не выполните наши требования, а это подписание минских соглашений, принятия закона, внесения изменений в Конституцию, так как ваш Порошенко и потом Зеленский под Минским протоколом и под формулой Штаймара прописались. Подписались. Может так пора делать уже с этими кретинами? Или они сами террористы, которые захватили в заложнике в феврале 2014 года страну, и с них взятки гладки? Ты знаешь, если так дальше будет происходить, и они на этом будут бонусы свои искать, и кто круче, и какой рейтинг поднимать, закончится все это горем, развалом страны, увидя сам. Конечно же, до такого нельзя нам опускаться, мы адекватные люди. Мы привыкли на войне воевать с открытым забралом, с открытым лицом. Вот мы так привыкли. У нас честная война всегда идет, а они играют без правил. Так вот я тебе хочу сказать, что на нашей стороне добро, и мы победим. Вот я уверен в этом. Мне просто жалко людей. Мне жалко украинцев, простых людей, которые оболванили и продолжают дальше верить этим негодяям, проходимцам. Ведь что на самом деле произошло? Это шулерство самое настоящее. над судьбами, людьми. Понимаешь? И рано или поздно мы узнаем такие вещи, что у многих даже крышу снесет. Вот хотя бы по этому факту. А это говорит о том, что придут некие события и последствия. Ты что думаешь? Европа, либо Америка не заметила? В эту Украину после вчерашнего, что произошло, и как Зеленский ответил, деньги укладывать никто не будет. Ты понимаешь? Он признал, что он готов вести переговоры с террористом. Понимаешь? А вот теперь вопрос заключается. Где этот террорист? Что с ним будет? И где его подельники, как они называют, что подельников там уже нашли, словили и все остальное? У меня вопрос, кто это все покажет? Будет ли это дальше развиваться игра? И загонят ли эти идиоты сами себя, как говорится, на свои же следы? Понимаешь? Они настолько непрофессионально все это сделали, что это все было видно. Понимаешь? Невраженным взглядом. Но я не думал, что до такого дойдет бебил президент. Не думал. Я не думал, что до такого дойдет Аваков. Все видел. Но вы же уже на Бабченко провалились. Вот понимаешь? Алексей Валерьевич, на Бабченко провалились СБУ и генпрокурор тогдашний Луценко. А если мы говорим про Зеленского и Авакова, вот смотри, как интересно получается. Человек в общей сложности отсидевший 10 лет в тюрьме по тяжким статьям. Разбой, мошенничество и все остальное прочее. Этот человек идет в полк Азов, тогда еще в батальон Азов. Служит там садистский, нацистский, жестокий Азов, который в 16-м году его из Азова изгоняют за гомосексуальное приставание к своим товарищам по подразделению. Ну и за изнасилование мужчин и мальчиков, которые попадались в полку Азов. То есть вот животная жестокость и извращенность этого вот придурка Максима Кривоша заставила даже гестаповцев из Азова выгнать его к чертовой матери из своего фашистского подразделения. Как он туда попал с двумя судимостями и справкой из дурки, что лекарств нету, поэтому пусть хуй. Турчинов же выпустил, Турчинов же выпустил всех таких судимых именно специально для пущечного мяса и для ведения войны. Это раз. Второе. У меня вопрос задается, Вот показывают они его все снаряжение, да? Откуда у человека столько было оружия? Я не поверю, понимаешь? Если сегодня специалисты вылавливают все-таки, и я не поверю в это, понимаешь? То есть кто-то его снабдил всеми точками, всеми данными. Ты посмотри, какое оружие. Вот они сфотографировали, что у него достали. Ведь оно все, ну, новенькое. Еще солидола не вы... Нет. Горячий, вспомни фильм, брат, два. Фашист. Откуда это все? Эхо войны. Вот эхо вот этой войны. Вот, пожалуйста, Азовец, сумасшедший, бандит, насильный гомосексуалист привез. Сколько таких азовцев, айдаровцев и прочих добробатовцев с таким в солидоле оружием сейчас гладят свои склады и поливают огород маслом? Я хочу объяснить. Одно дело, когда ты вывозишь зоны боевых действий и неизвестно, где оно рванет. И, как правило, это зачастую видно. Хаустические взрывы, подрывы, налеты и все остальное. А здесь как спецоперация какая-то подведенная, понимаешь? Ну, подготовка. Ну, давай будем говорить. Человека никто не знал, а тут он неделю назад появляется в сети со своими какими-то спичами, какими-то писаниями. Ну, ты же понимаешь, если я сижу в социальной сети, либо ты, то ты уже сидишь, допустим, больше пяти, семи лет в этих социальных сетях. Или я, допустим, да, так случилось жизнь, что я занимаюсь уже почти семь лет этим, да, хотя это мне неинтересно, вот поверь мне, как человеку, мне интересно что-то созидать, строить, работать, экономикой, макроэкономикой заниматься, хозяйством. Это не мое. Я вынужден сегодня защищать свое, хоть таким, да, а здесь совсем наоборот. Откуда-то не возьмись, появился вот такой вот. Ну, как это? И тут вдруг у него все есть. Понимаешь, много вопросов, на которые тяжело дать ответы. Понимаешь, ну, террорист, тут, не дай бог, конечно, он так не поступает. Он не говорит, что я завтра пойду убивать. Да? Вот, грубо говоря, это так. А здесь все, мне кажется, было проиграно. Сценарий выписан. С самого утра как-то оно все не пошло. Ну, понимаешь, так вдруг камеры быстро появились. Потом, ну, знаешь, вдруг появился синий микроавтобус. Вот я вычитал в социальных сетях. За три дня какое-то там бывшие милиционеры типа где-то спортом занимались. То есть, такие вещи, которые, ну, когда сложишь этот пазм, не все так гладко получается. Страшно то, что продолжают дальше оболванивать людей, и люди обратно схавывают это дерьмо. Извини за выражение. Вот это обидно. Ну, имитации, имитации, имитации. Аркадий Бабченко в свиной крови. Теперь вот этот придурок, который, слава тебе Господи, никого с дуру не убил или не изнасиловал никакого мужчину или подростка, находящегося в автобусе. С них там со всех станется. И ждать теперь можно от любого такого же сумасшедшего, совершенно не постановочного, а реального теракта в любой точке Украины, в любом городе, в любом торговом центре, кинотеатре, общественном транспорте. В общем, это все очень и очень неприятно. И самое жуткое, что украинская власть подыгрывает этому и сама создает поводы для будущего сумасшествия внутри страны. Это действительно очень не очень страшно. Ты понимаешь, что самое страшное, два слова скажу, что они развязывают этот клубок ужаса на все областях. и если сегодня не предпринимать эти меры, это рванет и будет очень большие последствия. Очень большие. Нельзя с этим шутить. Нельзя. Вот и все. Спасибо, Алексей Валерьевич. Очень рад был пообщаться. До скорой встречи. Пока. Удачи. Удачи. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавка был нашим собеседником. Ненадолго вас покинем, сейчас вернемся и продолжим. Пока.